Большое спасибо и речь пойдет о переводе, хотя, в общем, я бы, наверное, с большим удовольствием и интересом поговорил совершенно на другую тему, которая меня интересует, но наш человек крепок за одним умом. Итак, перевод. Чего может быть проще? Человек выучил английский, он знает русский, но, скорее всего, он только предполагает, что он знает тот и другой язык. Чаще всего складывается ситуация, когда он и русский никогда не знал, и английский до конца не превзошел. Когда человек начинает говорить по-русски, используя постоянно неопределенный артикль «как бы» и определенный артикль «на самом деле», и посторонний никак не может понять «так как бы» или «на самом деле все-таки». Меня берет оторопь, но она берет с самого начала перестройки, потому что не так все чудовищно в переводе. В переводе просто все чудовищно, а в остальных областях такое же падение среднего профессионального уровня, как и везде. Итак, человек решает переводить. Этот опыт уже был описан у великой русско-юмористки Тэфи, кое-где у Аркадия Бухова. Ну, смотрите, русских юмористов это всегда с нами. Это явление было всегда с нами. Когда-то мне приходилось работать, к счастью, недолго начальником над группой переводчиков. И вот эта вот группа переводчиков постоянно, когда ко мне приходили люди, они говорили, я хорошо знаю английский. Я говорю, мне твой английский нужен, как зайцев, извините за банальное сооружение, стоп-сигнал. Ты переводишь на русский, поэтому мне важен твой русский язык. Я бы мог сейчас развернуть перед вами живописное полотно ужасов переводческой кускамеры последних 20 лет. Но, во-первых, я гуманист, мне вас жалко. А, во-вторых, стоит залезть в интернет, обладая совершенно минимальными познаниями в английском языке, но хорошо зная русский, чтобы понять, что творится сейчас на этом пространстве. Меня абсолютно не интересует технический перевод, хотя по странному стечению обстоятельства он лучше всего оплачивается. Почему? Я не знаю. А почему у нас так? Я тоже не знаю. Это вопрос банальный, неинтересный. Меня более интересует гораздо. Отчего все это происходит? А я знаю. От катастрофического падения знаний русского языка прежде всего. Я, к сожалению, не смогу обойтись без некоторых ужасных примеров, но я думаю, что вы все люди здоровы, и не нарушу я ваш сон. Даже на одну ночь без сонницы, возможно. Когда я, я не говорю про киноперевод, там ходят такие чудовища, что просто, я не знаю, у меня остатки волос шевелятся, когда я слышу. Когда я, например, в документальном фильме о Второй мировой войне встречаю перевод на голубом глазу «панцирные части», я начинаю думать, не выдресили вы ли ли нацисты черепах? Оказывается, нет. Просто переводчик, злейший враг любого переводчика, это полная уверенность в себе. Написано «панцирь», значит «панцирь». То, что «панцир» по-немецки «танк», это какие-то там люди знают, вообще имеют ли право эти люди жить, это другой вопрос. Итак, перевод начинается с русского языка. И я имею в виду, прежде всего, перевод художественной литературы. Именно здесь проверяется, чего стоит человек. Для того, чтобы хорошо переводить на русский язык, вы удивитесь, но прежде всего надо читать. Причем читать не свору с женщин-детективисток, а читать почему-то Бунина, Шукшина. Не к ночи сказано будет Салтыкова, Щедрина и Антона Чехова. Именно тогда у вас появляется огромный набор инструментов, с помощью которого вы можете решить любую загадку. А перевод всегда загадкой. Чем сложнее и ярче проза, тем сложнее переводить ее на русский. И для того, чтобы заняться этим, надо слово как бы употреблять, ну, хотя бы два раза в день максимум. С другой стороны, сегодня все уверены в себе. Давай, что у тебя там есть, и мы это переведем. Ты даже, как писал великий русский юморист Аверченко, стриженная девка не успеет козу заплести. Чудовестность ситуации еще и заключается и в том, что складывается впечатление, или нам это впечатление всячески навязывают, а лучше и не надо. Нормально. Я иногда подхожу к книжному прилавку, беру переводную книгу, открываю ее на каком-то месте и в ужасе кладу обратно. Ну, опять же, я сказал вам, что я вас не буду пугать, но тем не менее по силе ощущения могу сравнить со следующим. Я не буду называть фамилию, но это великий автор. Его книги не печатают только электроутюги и соковыжималки. И я себе дал слово, я не буду его читать, потому что я знаю все эти истории, чем это кончается. И тем не менее, я взял его книгу. Я ее раскрыл в самом начале. Это начиналось, я считаю, что никто не напишет лучше. Роман начинался с фразы «Солнце взошло на рассвете». Еще великий айкепный обращик русского перевода. Это не знание русского языка. Он упал вниз. Нет, блин, вверх он упал. Я понимаю название рассказа Роберта Шекли падает вверх. Но это Шекли. Это Шекли. Что еще? Существует миф. А мы живем в стране мифов. У нас истории нет. У нас мифы одни. С одной стороны у нас одни мифы. С другой стороны у нас другие мифы. И мы никак не удосужимся написать нормальную историю хотя бы. Что же говорить тогда об остальном? Так вот, существует миф, что переводу может выучиться любой. Ну, давайте отберем тогда 10 человек и научим их играть на скрипке, как Иогуда Минухин. Это не так все просто. Этому надо учиться. Люди должны уметь читать. Читать слева направо, складывая слога из букв, слова, а слова должны объявляться в предложении, а после этого еще смысл этих предложений бы надо было понять. хорошо бы, если это условие не выполнено, неоткуда ждать результатов. и вот просто абсолютно без всякой саморекламы. Я решил, ну, так все совпало, мне это предложили, я никуда не лез, я сейчас веду, как я думал, основу устного перевода, потому что я прошел через абсолютно все. Я прошел через, я переводил художественную литературу, я был синхронным переводчиком, я переводил фильмы, то есть все. Профессионалы, хорошие профессионалы, высокого класса, оценили мой труд как профессиональный. Все остальные мнения меня интересуют мало. Если, чтобы не обидеть, вообще не интересуют. То есть, конечно, я бы хотел узнать мнение этих людей, но забыл. Прошу прощения, память отказала. То есть речь идет, дальше мы идем по логической цепочке, речь идет о культуре. О культуре. Потому что понять, что такое лакме, в тексте, это невозможно. А это опера. С великолепным женским дуэтом. Самый лучший, конечно, с моей точки зрения, там на нетрепка, или на гарантии. Но это надо все знать. Начинаются реалии. Потому что каждое общество имеет там свои какие-то вещи, потому что что такое. Вот в России есть авоська. Или была там, я же не знаю. Ну объясни, поди американцу, что такое авоська. Как же американец, который начинает объяснять какие-то свои реалии. Эти реалии надо знать. И, прошу прощения, в кровавые советские времена, когда свирепствовало 5-е управление КГБ, которое отвечало за культуру и идеологию, страшно сказать, в этом управлении работало 200 человек на весь Советский Союз. Вы можете себе представить? 200. У Бенкендорфа было больше людей. Так вот, что время для того, чтобы пробиться в переводческой специальности нужно было для начала самому находить рассказы. Маленькие, маленькие рассказики. Обязательно хорошие. Потому что плохие никто печатать не хотел. И когда ты их находил, один, другой, в это издание, в тот журнал, и так далее, и так далее, и так далее. Потом, когда их набиралось достаточное количество, хотелось переводить что-то большое. Большое, это надо было работать под договор. А с тобой никто не заключал договора, потому что ты был никто, и звали себя никак. И это было правильно. Потому что, если ты хочешь играть со взрослыми деденьками, ты сначала должен получить третий разряд, потом второй разряд, потом первый разряд, а потом, может быть, на тебя обратят внимание. И я вам хочу сказать, опять же таки, не хвастаясь, я перевел четыре большие книги в стол. У меня не было договоров. Один из этих романов у меня украли. Нормальная ситуация совершенно. Я никого не в обиде. просто его держали в редакции в течение восьми месяцев, а потом мне сказали, что, а вы знаете, он у нас есть. Нормально. Абсолютно. А вот когда потом у меня стоялась встреча с одним из людей, которые определяли все это. Он сказал, что вы переводили? Я сказал, ну вот рассказываю. Он говорит, ну вы понимаете, рассказы одно, большая книга, другое. Я говорю, у меня есть четыре перевода, где они были опубликованы? Я говорю, нигде. Он говорит, что вы переводили без договора? Я говорю, да. Он говорит, значит, вы серьезно настроены. Принесите мне, я посмотрю ваш перевод. Я принес, он сказал, нормально, что вы нам можете предложить. Я предложил, и с тех пор я попал в число тех переводчиков, которых как-то рассматривали. Сегодня, так это я к чему говорю? Я говорю, я говорю об издержках, как вы сами прекрасно понимаете, тирании в фильтарном обществе. А про достоинство демократии в области перевода подойдите к любому книжному развалу, откройте этот, любой том, уроните книгу и вызывайте скорую помощь. Потому что другого ничего не дадо. И ничего в жизни, я хочу вам сказать, не бывает без работы. Не бывает. И когда я смотрю на тех людей, которые занимаются у меня на семинарии, извините, я просто так громко это назову, вот вся моя ядовитая слюна, которую я обильно перед вами изливаю, она вдруг куда-то уходит. Потому что я вижу грамотных, начитанных людей, они читали, и они понимают, что если человек не читает, значит, он косноязычен, с ним совершенно не о чем говорить. Мне не о чем говорить человеком, который говорит с неопределенным артиклем, как бы, и определенным артиклем на самом деле, он мне еще не скажет. У меня времени нет ждать, пока он сформулирует мысль. Книги для того и существуют, в хорошем переводе, чтобы люди становились лучше. И деятельность, с моей точки зрения, любого человека, она к этому и сводится, чтобы человек, который пользуется плодами его труда, вот чуть-чуть бы стал лучше. У него бы давление чуть-чуть снизилось и пришло бы в норму. Но для всего этого надо очень много работать. Работать, работать и работать. Скажите, пожалуйста, я задаю абсолютно металлический вопрос, скажите, пожалуйста, когда в последний раз в нашей стране вы сталкивались с художественным произведением любого вида, которое прославляет труд. Спасибо за согласие. И это еще одна вещь, о которой я говорил, я решил говорить сегодня, потому что, в конце концов, что такое перевод? Перевод – это удел каких-то людей, которые считают, что надо там работать, растянуть с собой, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, чтобы остальные люди, они взяли, книжку открыли, прочли, глаз ни за что не зацепился, да, хорошо переведено, все, и все. Но, тогда бы я не смог говорить и пяти минут, или десяти даже минут об этом. Любой сегодняшний вопрос, относящийся к гуманитарной области, это вопрос в нашей общественной жизни. Это вопрос того, с чем мы можем мириться, с чем мы не можем мириться, с чем мы хотим мириться, и за сколько мы продадимся. Именно так. И когда мы можем брать любой вопрос, издательское дело, кино, мы можем брать телевидение, телевидение, как винтэссенция, просто вот, сгусток, извините за выражение, мерзости, в данном случае. Что до сложностей перевода, это те же самые сложности, что в любой профессии. Я уверен, что здесь присутствуют люди самых разных профессий, у них, у всех есть свои сложности. И об этих сложностях совершенно неинтересно знать широкому кругу людей. я бы мог вас все 18 минут, отведенные мне, забавлять, опять же, ужасными из переводческой консткамеры. Абсолютно непродуктивное и, с моей точки зрения, неэтичное занятие. посторонний не может быть допущен на кухню. Посторонний должен получить блюдо в чистом виде. А рассказывать ему потом про то, что у меня ножик затупился и свежие рыбы не подвезли, это абсолютно смешно. И никому абсолютно не нужно и никого не интересует. Я не знаю. Я думаю, что я лучше сберегу оставшиеся минуты, если они у меня остались для кого-нибудь еще. Потому что, честное слово, я не сторонник, знаете, как бы это сказать, блогерского отношения к действительности, когда человек пишет в разную хрень, непонятно о чем. Желая, по большей части, показать то, что он знает, какие-то слова, и аж даже вчера закончил читать книгу Устиновой или Упаси Господь Бог еще кого-то. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ